Вероятно, подобные сплетни кому-то выгодны, а кто-то, скорее всего, на этом зарабатывает. Я считаю, что аналитики люди весьма нездоровые. Только погромче говори. Я считаю, что аналитики весьма нездоровые люди и со странностями. Но, во-первых, у них проблемы с памятью, потому что приходится анализировать большой объем информации. Происходит перегрузка, и эта информация каждый день обновляется. Мозг привыкает, что не нужно на что-то долго запоминать. И в итоге ты забываешь все. И телефоны друзей, и адрес, где живешь, и так далее. Теряются навыки коммуникации. Особенно, если ты не так часто ездишь куда-то на телевидении, общаешься с журналистами и так далее. Потому что ты сидишь и работаешь, работаешь. Ты компьютер, какие-то объемы данных и все. Вот. В целом, ты все время в задумчивом состоянии. Переходишь дорогу на дорогу, не смотришь. В общем, очень много траблов по жизни, я считаю, у аналитиков. Такая работа очень специфическая, нервная. Ты все переживаешь. Вот. И еще какие-то клиенты прорываются. Говорят, а ты что-то лжанула. Да-да-да, еще могут быть какие-то люди, которые тебе пишут, а я вчера открыл позицию, прочитал ваш обзор, проиграл там последние деньги, мне трусы купить не на что. Ты думаешь, ну, блин, всякое в жизни бывает. Вот. Все это добавляет, конечно, стресса. А вот когда они выигрывают, никто не пишет. А я вот вчера по вашей рекомендации купил бумагу, заработал себе на дачу в Подмосковье. Хоть бы раз кто-нибудь на шашлыки пригласил. Вот. Понятно. А что касается недосыпа, не бывает так, что какое-то важное событие в Японии? Бывает. Важное событие. И тебе нужно проанализировать или написать статью заранее, чтобы она вот вышла с утра, самое первое, чтобы опередить Андрея Верникова. Вот. Или кого-нибудь еще, чтобы вот она вышла в СМИ и все прочитали и сказали, ой, Анна Кокарева первая об этом написала. Ты сидишь и уже поздно, и ты пишешь эту статью. И надо на телевидении там выбрать акцию какую-нибудь для программы РНК и ПОСИЦИЯ, да? И ты анализируешь, просматриваешь графики, ложишься спать поздно, утром встаешь весь перекошенный. Вот, едешь. И так целых пять дней. Может быть, энергетики надо потреблять? Аналитикам. Специально энергетика усилена для аналитиков. Ты знаешь, я думаю, что энергетики – это временное такое средство. Но уже, думаю, надо на что-то посильнее переходить. Пойдем. Пойдем. Пойдем.